Народ наш требует жёсткой линии, жёсткости требует. Народ выбирает Петра Первого, Александра Невского, Жукова, Ани Герцена. Или я там, помните, сбежал при Петре Первом в Литву, писал там письма. Точка красит. Народ и хочет наведения порядка. Почему в Афганистане поддержали талибов? Народ афганский. За то, что умеют наводить порядок. Почему Гани проиграл и сбежал с Афганистана? Размазня. Это афганский Горбачёв. Почему Горбачёв проиграл? Он ни разу слова плохого не сказал. Тихий, спокойный, с улыбочкой. И всё в крови после него осталось. Вы не понимаете историю страны. Когда я жёстко говорю, я говорю жёстко о тех, кто мешает нам жить. Кто разворовывает нас. Кто убегает за границу с нашими деньгами. А вы хотите, как бы, разговаривать с ними, как с девочкой за фортепиано. Ну вот сюда нажми клавишу. Ну вот сюда нажми. Наводить порядок нужно. Корнилов не сумел. Язов не сумел. Я сумею. Головы полетят. Так и надо. Хранство надо. Будет так. Но порядок наведём, чтобы была сытая жизнь. Ни одного голодного, ни одного безработного, ни одного бездомного. Всё это сделаем. Быстро. Никаких мигрантов. Никто не приедет в Россию. Тишина будет и порядок. Ни один русский солдат не умрёт. Не погибнет. Когда встречаются на высоком уровне, один на один, сказать, ребята, если вы не будете пресекать антирусские выступления, пытаться запрещать говорить на русском и придавливать русскую культуру, то все русские покинут вашу территорию. И ваша экономика вся рухнет. Мы не сможем с вами иметь нормальные экономические связи. Вот скажи, что это русские построили город Шевченко. А сегодня от Ирау. Всё. Вы отрицаете вклад казахского народа в развитие Казахстана? Вы разжигаете национальную рознь. Идите или извиняйтесь. Или вообще в тюрьму пойдёте. Это же идиотизм. Во что они превращают сегодня русских на всей территории Средней Азии? Откройте их учебники. Почитайте. Это всё произошло вот на наших глазах. Поэтому им помогают сегодня. К тому же Казахстан, Китай, Америка, НАТО, Исламский мир, Турция. Пять этих маток сосёт Казахстан. Не две матки ласковых телёнок сосёт, а пять. Но сегодня жёсткую линию если занять, то мы порушим все связи. У нас будет сплошной Карабах в Средней Азии, где русские солдаты должны будут цепью встать и всех там сдерживать. Ведь они же все будут бежать на север. А у нас самая большая в мире граница с Казахстаном. Её же мы не оборудовали. Она свободная. Мы должны бросить два-три бюджета, чтобы поставить железную там проволоку, столбы пограничные и так далее. Поэтому нам выгодно иметь плохие отношения, но чтобы пока банды оттуда не пересекали границу и не беспокоили уже Омск, Екатеринбург, Новосибирск. У нас же прямая граница. У нас, знаете, и Алтай. Это всё граница с Казахстаном. А дальше Китай, наша железная дорога до Владивостока. Она вообще идёт по границе с Китаем. По границе, понимаете? У меня брат служил в Благовещенске 60 лет назад. Воинская часть. Когда в оркестр по субботам играл музыку, танцевали наши. На том берегу Китайцев, в телогрейках и в сапогах танцевали. У них даже не было патифона там. А теперь посмотрите, какой красавец город стоит напротив Благовещенска. И как опустился Благовещенск вниз. Кто сделал? Коммунисты. Чтобы такой красавец китайский город стоял напротив Благовещенска, Советский Союз вложил миллиарды и американцы, чтобы противоставить Китай Советскому Союзу. Нам никто копейки не даёт. Никто за всё время не дал ни одной копейки. Начиная с Октябрьского переворота. Да мы ещё французам отдавали причинамырденные долги, полученные перед Первой мировой войной. Если бы у нас кто-то помогал, мы бы там конфетку сделали из всего Дальнего Востока. А у нас отток продолжается оттуда. Потому что китайцам помогли, немцам помогли, японцам, всем странам помогли. Мы план маршала отвергли. Маршал, надо было согласиться. Это всё ошибки Сталина, Хрущёва, Брежнева, Ельцина, Горбачёва. А Сталин отправлял продовольствие в ГДР. И туда всё гнали, в Восточную Европу. Продолжаем содержать Белоруссию, что-то даём Украине, что-то даём Еревану и тоже Средней Азии. Мы же тоже нянчимся с Белоруссией. Потому что иначе уйдёт в НАТО, уйдёт к Вильнюс, к полякам. Мы вынуждены давать больше, чем могли бы давать. А назад получаем молоко, которое у нас есть. Назад получаем картошку, которое у нас есть. Назад получаем трактора, которые у нас есть. Он нам ничего Белоруссия не даёт из того, в чём бы мы нуждались. Как с Кубы за эти земель мы везли сахар краснеповый. У нас свой свекольный, не благородчий. Вот мы и получили бедность. А теперь вы хотите поднять. Это нужны десятилетия. Лет через 30-40. И Благовещенск, может быть, засверкает. Афганистан – это моя тема. Это Средняя Азия. Я там родился. Город верный. Сейчас носит название Алматы. Для России выгодно, чтобы эту тему вообще закрыть. Чтобы ничего не было. Мы не хотим нигде воевать. Чтобы ни один русский солдат не погибал. Но если заполыхает Средняя Азия, и нас будут долго упрашивать, и лишь в одном формате вхождение в состав России, не как союзное государство России и Беларусь, такой вариант не надо. Губерния. Без учёта этнической составляющей. Вы просто субъект России. И развиваться будете в соответствии с вашими возможностями. Ничего Москва больше никому давать не будет. Ни одного рубля. Но эти регионы очень богатые. Там вся система элементов Менделеева. Там огромные залежи урана, газ, нефть. Всё, что нужно для развития любой страны, там есть. Там юг. Там очень много фруктов, бахчевые. Очень много шерсти, мяса, кожи. То есть всё то, что у нас на севере не хватает, там в избытке. Мы не должны никому помогать. Мы будем оттуда выкачивать все ресурсы. До последнего камушка. До последней капли нефти, газа. Не захотят? Пусть погибают. У них выбора нет. Или их уничтожат варвары с юга, с Афганистана. Или они станут частью великого государства. Где у них будет полная безопасность. А мы давать им больше никогда не будем. Это делали коммунисты. Вот они хотели доказать, что если красный флаг, коммунистическая партия, всё, вы будете жить лучше. А русские подождут. Это и была главная причина распада нашей страны. Русским надоело кормить азиатов на всех наших южных границах. Поэтому, когда я говорю присоединить, я не имею в виду взять нахлебников, издевенцев, мародёров, захребетников. Я говорю о том, что это будет наша страна. Там будут русские губернаторы, русская полиция, русская армия, русские прокуроры. Поэтому я ни в коем случае не предполагаю, что мы кому-то хоть одну копейку лишнюю дадим. А если будем присоединять какие-то земли, то только для того, чтобы они заткнулись раз навсегда. И слово независимость, они бы забыли. Вы одно государство, Россия. Никакой федерации. Никакой конфедерации. Централизованное с точки зрения управления и максимум свободы управления финансами. Сами решайте дороги, больницы, школы, поликлиники. Пожалуйста, на душу населения будем деньги давать. Не по национальному признаку, не по религиозному. На душу населения. Афганистан получит кредит из Запада под обременение. Беспокоить Китай, Россию. И поднимать восстание в бульгурском автономном регионе Китая. И создать напряженную обстановку Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения. Вот это будет украинизация. Государства будут слабые все. Но везде будут измываться над русскими, запрещать русский язык. То есть будет идти вариант. Украина антироссия. Средняя Азия антироссия. И за это они будут получать деньги. Превратятся в баев, в шахов, в эмиров. Сиди, гарем, шатер, все в золоте. А простой плевс дыхкани воюют. Друг с другом воюют. Поэтому вот так хотели бы американцы, что у нас было несколько гнайников. На западе Украина, на юге Кавказ армяне-азербайджанцы и Средняя Азия, все остальные народы. И Дальний Восток еще скорее какую-нибудь провокацию. Вот у нас будет Дальневосточный фронт, Среднеазиатский фронт, Кавказский фронт и Западный фронт. Вот и будем туда посылать солдат, санитарные поезда, новое оружие испытывать. Но это все будет в тяжесть нашей экономики. Этого я не хочу допускать, поэтому я дал вариант. Кто хочет мира безопасности, назад, домой, в Россию. Мы защитим, никто не сунется, все заткнутся. А республики, федерация, это все исключается. Все это надо забыть. Поэтому выкачивать ресурсы со всей территории России и ее бывших национальных окраин, чтобы богатели все.